всем доброе утро на голове у меня взрыв макаронной фабрики вчера голову на ночь и вот так легла спать зато волосы сухие сегодня можно сделать укладку я волосы лечу это вот последствия обесцвечивания два шарика осталось ребят 2 желтый упал где не знаю фиолетовый на к падению голубой сбитый летчик как мы с тобой хотели на термальные источники на выходные отвратительная погода поэтому мы не поедем наверное никуда везде отвратительно подъем рек и переживать задомнение поедем в адугею нет пока нормальная погода не будет но солнышко хотя бы лишь ну что там делать в такой вот там сейчас самый кайф там и наоборот мне вот написал один подписчик там когда снег но вы счетом такие виды такая красота термальность очень горячего не плывешь вокруг сне сегодня у алис ответственный день неделя русского языка нужно выглядеть красиво форме нужно прийти с бантами нет белых колготках такие колготочки я и покупаю все а то мало ли что может произойти вдруг потребует в колготках ходить вот этот день настал коим-то веке одеваем юбку вот юбка как вариант у нас еще есть сарафан но если юбка то сверху будет жилетка и еще теплая кофточка вот такая девочка у нас сегодня получилось получилось челочку поправили выпрямителем косичка бантик ну-ка покажись еще да что такое я вы сделаю за их если чё папа на клей посадит так так ребенок сидел вечером утром представляете просыпаемся он лежит спинка отвалилась как будто сам до убрал типа вы спите я тоже хочу так интересно а я теперь принцесса в трусах с алиэкспресса в трусах с алиэкспресса мы вчера с лёшей договорились что собакой будем теперь ходить гулять вместе поэтому сегодня я экстренно одеваюсь собираюсь сейчас он приедет алиса отвезет в школу приедет привезет мне кофе и мы пойдем гулять ребята доброе утро на улице сегодня минус 6 градусов мы с алиса едем в школу на улице гололед катушка просто капец какой-то вчера ходили все пытаяла все было классно я надеялся что все опять снежок весь растает будет все хорошо но нет увы на улице лед катушка немного попадал ночью снег и все и капец поэтому мне пришлось сегодня с утра взять у папу машину я даже у него не спрашивал папе за что спасибо огромное он прям сам чувствовал позвонил ангри ты там видел что на улице творится я говорю нет еще и видео но там гриб похоже катушка гололед поэтому бери у меня машину взял у папу машину у меня по-прежнему зимней резины нету ну вот зато у нас есть две машины 1 на летний другая на зимней резине вот такие вот дела потихонечку едем одеваюсь очень тепло теплые носки колготки штаны с начесом кстати хочу ответить на ваши комментарии по поводу стерилизации синди мы ее стерилизовали когда и было наверное месяцев 8 она у нас стерилизованная на дивана наметила потому что мы уехали на ну грубо говоря по моему на 10 дней мы уехали в сочи поэтому она метила думали что все больше метить не будет потому что я обрабатывала матрас покрывала вот этот чехол я все обрабатывала уксусом хорошо промывала но видимо запах остался и она снова у нас ходила пометила матрас мы кстати вынесли на улицу поэтому не знаю я не знаю что с ним делать сейчас его куда-то вести совсем не хочется гололед на улице его только заменять отмыть его практически нереально классно когда здесь собака быстро собираешься утречком прогулка вечером у тебя прогулка по свежему воздуху морозному особенно если работа такая же как у нас допустим фриланс или любая надомная работа до собака это прям круто вот ребят готова представляете какой стимул собака нет даже времени мужской женской посмотреть ну-ка мужской женской нет времени посмотреть нужно накрасить сейчас собакой гулять ты приехал я готова чё кофе ты я по улице хотела идти я уже все конфетки приготовила алиса алиса синди просится пописать как я синди буду выпускать сейчас застегнуть синди замерзли а давай синди дверь оставим открытую потому что проветрится дом заодно очень холодно я не знаю ну посидит ноги поморозит все синди у нас осталось идем домой если не подписать выпущено улицу что такое я чё сейчас должен я готова лишь это уж тепло одевается после дожди такие подоконники грязные просто грязнючие гололед ребята все заклинило пойдем через ворота похоже заклинил замерз наверно да пойдем через ворота пойдем все что случилось держи иди сюда представляете все замерзло все очень странно пойдем через папу выйдем там разберемся уже потом сейчас солнышко выглядит сегодня нормальная погода небо чистое по любому будет солнечно все начнет таять и все растает пойдем пойдем через папу так так не растягивай лишь забери у меня я знаете как несу вот так тяжело быть блогером и кофе не попьешь и конфетку не съешь и руки заняты все время ребят вот такая у меня работа и у лёши чё постеснялась то рассказываю о трудностях боже мой ничего себе такой лёд слушай в одной руке кофе ребят вот так вот я иду тихонечко ну катушка катушка слушай ну бодрячком так да лёша утром-то с собакой гулять хорошо красота мне нравится главное не лениться не я только с тобой ты чё по такому гололёду ой дергает она сильная да дурная но ребят все я кофе немного уже расплескала капец я наверно пока попрощаюсь с вами хоть кофе с шоколадкой выпью пока горячее а то иду снимаю не пью только расплескиваю да расплескиваю я тебе не дам ну кусочек дам потом ладно не надо не надо сладкое ей давать она хватит ты тогда вкусняшку дашь я сказал не надо сладкое ей давать ты тогда вкусняшку дашь у меня в кармане я не дам да когда надо будет тогда я дам чё так не ходить с собакой то да рядышком да рядышком да вот вот сиди лучше дома сейчас мы пошли погуляли и всё не мне нравится ну ну давай тогда это будешь ходить помогать мне без кофе а то я вот иду сейчас и камера в руках и собака она нервничает ей идти надо гулять а мы а ты нас тормозишь ну а чё больше не покупай тогда слушайте от такого мороза сейчас вся отечность лица спадет буду прям красивая очень холодно хорошо что перчатки взяла с собой сейчас кофе добиваю и все служить служить вот эта собака черная нам с Алисой не давала проходу мы с ней шли по этой улице и она на нас нападала оказывается это подружка нашей лисички или друган но они хорошо так бесятся кстати смотрите полулёд полугрязь это то самое место где мы вчера с Лёшей останавливались вечером ничего конечно не было видно на камеру но мы то видели всё смотрите вода ушла здесь всё было в воде вот эти вот блоки или это пенопласт я не знаю на пенопласт похоже это всё плавало всё плавало лужи стоят не ходи туда лиса вода ушла похоже расчистили коммунальщики затор слава богу а то мы переживали но здесь реально ребята рукой можно было достать до вот этих блоков пенопластовых да Лёш вот видишь что вот Лёша стоит да а они плавали вот реально их можно было достать рукой вода вот ушла и всё снегом припорошило ну видно живот да 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 это это кто вообще а это вон хозяин приехал вот этого дома и собака корм берём собачий собачий подкормим вон она вон она увидела ну чё тут она то её никто её не терял уйдёт это её проблема в магазин заходили за кормом иди глянь иди кто просит обойдёт слушайте мы сейчас вот по той улице шли мы сейчас вышли на улицу которая идёт вдоль дороги асфальтированной а до этого мы шли по глухой улице и там собрали наверное собак шесть все между собой хорошо общаются агрессивных нет лисе очень нравится здесь гулять всех она знает но спокойно идёт дальше Лёша немножко побесилась и всё ой иди гуляй иди гуляй перекличка но самый прикол Лёша говорит что вот этих собак если выпускают иногда то они играют спокойно с лисой и с другими собаками а когда они за забором о господи а когда они за забором защищают свою территорию поэтому лают я испугалась там такая собака огромная овчарка немецкая что такая мохнатая немецкая овчарка немецкая а что она такая мохнатая небо постреку а они что высые что ли по твоему овчарка немецкая настоящая немецкая овчарка небо посмотри впереди сейчас выйдем прям шикарное без засадков нет красивое голубое с переливами без осадков осадков не приблизится да ребят четко знаю где ее дом смотри что убегает Леша пришлось посадить ее на поводок давай вот ты и дома смотри все ты домой пришла домой ой дома как тепло пришли домой я лисичке сделал кашу варил ей кашу рисовую с потрошками кушает с удовольствием молодец вчера вечером ей давал такую кашу она ее все съела миску вылизала миска аж блестела сейчас холодно и вот кстати в холода я заметил что она кушать стало немного побольше вот чем ниже градус тем больше она кушает но норму при этом все равно свою знает вот смотрите как снежок пошел хлопьями белыми красивыми ветра нет тишина ну вот пусть этот минус поддержится вот ну пусть поддержится пусть снег выпадет вот ну пусть вот такая погода ну пусть вот такая погода ну пусть а то растает опять эта грязь каши все что ли наелась что-то ты слабенько сегодня подруга слабенько вот смотрите погуляла прям смотри папа ты посмотри папа кстати ты подушки вот эти принесла ей нравится лазить как по горам да а ей думать чего она у нас тут в этой комнате стала я только залезу на кровать она сразу же ко мне просится играть ага типа смотри мне написали в комментариях ее нужно наказывать ее нужно мордочкой тыкать вот в эту сяку но если так делать то он вообще нас любить не будет она не будет она агрессивная становится она бояться начинает она шипит там просто потом доверие и снова завоевать будет очень очень сложно поэтому мы ее не трогаем порода странная с прибамбасами в общем мы входим в ее положение они получатся и и и Леша мне принес сюда табуреточку. Говорит, будет у тебя теперь здесь столик. Ну, потому что мне нужно куда-то телефоны складывать. Шторы очень длинные, ребят. Очень длинные. Я когда их подрезала, подшивала, по-всякому мы просчитывали с Лешей, но все равно они оказались длинными. Прошу Лешу снять их, чтобы снова их подшить нормально. Сюда, конечно, нужно будет столик покупать. Кровать, наверное, чуть сдвинем. Я просто не могу без столика. Любимую угощает вкусняшка. А сникерса там нету? Ну, кушай, Марс, пожалуйста. Я, ребят, сейчас смонтирую видео, пока сижу. Солнышко выглянуло. Как хорошо. Время 9.21. Все, полчасика отдохну. Леша не сидится. Леша разбирает морозилку. А что ты хочешь, Зай? Что-то вкусненькое сделать, да? Посмотреть, что есть, что нету. В мультиварочке, может, плов, бурьяни? У меня нету его, и в магазине нету. Нету, да? Тебе что в будке-то не спится, солнышко? На мокром коврике. Он ледяной. Он ледяной, мокрый. Иди в будочку. В тепленькую. Она не голодная у нас? Нет. В миске еще еда осталась. Она даже не доела. Солнышко просто пригревает. Может быть, она хочет на солнышке. Смотрите. Это иней, наверное, да, Леша? Конечно. Лед и иней. Лед и иней. Ну, видимо, не все так плохо. Раз лежит здесь. Что, она дура, что ли? Лежать там, где ей неудобно. Тем более покушать. Есть, все есть. Любимый меня угощает. Виноградом. Леша меня поднял. Говорит, давай тикток снимать. Шортс. Шортс. И в тикток. Какой ты выбрал шортс? Про зарплату? Короче, ребят, помните, я вам говорил, что формат моего канала немножко поменяется? Ты на шортс переходишь? Да, я перехожу на шортс. Время 10. Села попить чай. Мы сняли с Лешей шортс. У меня сегодня какой-то... Сегодня малиновый. И лимончик добавила. И ем вот эти конфеты. Курага. С миндалем. Ну, очень вкусно, ребят. Обалденный шоколад. Еще мандариночки ем. Субтитры подогнал «Симон»! Что забыла там? А? Куда пошла опять? Нельзя туда даже не подходить. Субтитры подогнал «Симон»! Я смотрю за тобой. Все, неинтересно, да, стало, когда за тобой смотрят? Все понимаешь? Я, Леш, ей сказала «Я смотрю за тобой». Сразу развернулась, ошла, прикинь. Иди на улицу погулять. Выпусти, выпусти, выпусти. Постиранные подушки стали, как колобки. Ой, ай, чуть ног не сломал. Вообще, встряхнуть их надо немножко, чтобы распределилась. Это, кстати, подушка, которую я шила. Уже надо потрясти. Сушила в сушилке. Потом еще на батарее досушила. Потому что толстые. Смотрите, как она пушистая. Кстати, ничего нигде не разошлось. Так что можно сказать, что я умею шить подушки. Мы вам, наверное, не показывали. Но Алиса буквально неделю назад играла у нас. Создала сама руль. Смотрите. Вот такой руль. Я ей немножко помогала. Все крепко прилеплено к подоконникам. Здесь бардачок. Говорю, давай уберем. Наигралась? Давай уберем. Нет, нет. Ну, выходные, может быть, до век придет. Так что пусть играет еще. Не буду убирать. Ее комната. Все, мое дело только предложить. Не буду зашторивать. Пусть проветривается. Алиска молодец. Потеряли колпачок от вот этого фломастера. И она, смотрите, что сделала. Пакетик и резинка еще замотала. Но я нашла сейчас колпачок. Вообще классные вот эти фломастеры. Мы их покупали, наверное, уже год назад. И они все еще у нас рисуют. Как новые. В общем, стоят своих денег. Покупали их, наверное, тысячи за четыре. Но такая цена была, в основном, конечно, из-за количества цветов. Здесь, по-моему, сто шестьдесят восемь цветов. Не все, конечно, сохранились. Какие-то потерялись. Но вот этой покупкой мы очень довольны. Это покупка, которая оправдала наши ожидания. Хаги-Ваги спрашивает, где еще один. Вот он. Вот это Кисси-Мисси. А вот это Хаги-Ваги. Ну, игрушки, я бы сказала, на один раз. Вот Алисе было интересно, пока мы были в Сочи. Потому что там все ходили с ними. И она, конечно, не хотела отставать от других детей. Тоже хотела ходить с такой игрушкой. Сейчас изонатор поставлю, чтобы убрать запах. Классная штука встать. Гора мусора. Все, держим. Ставлю его на середину комнаты на 30 минут. Обязательно при открытом окне. Вот так вот. И он начинает работать. Ухожу из комнаты. Сейчас закрою. Озоном дышать нежелательно. Ну, окно нужно обязательно открывать. Потому что потом, когда вы заходите вот в эту комнату, после изонатора, в нос бьет резкий-резкий запах озона. И говорят, что он даже вреден для здоровья. Поэтому комнату закрываем. Окно открываем. Бамс. Все, а я иду мусор выбрасывать. Такие пальчики у меня как... Смотри, Леша, куриная лапка. Ну, из них две какие-то что-то в одну принесешь. У меня же телефон во второй. Ну, ничего. Да, ребят, я могу над собой посмеяться. Поэтому, кто пишет мне, что я такая-такая-такая, если честно, я все равно. Зай, Алиса, во сколько, зай? В пол первого времени. Время есть. В общем, вчера постирали чехол. Хорошо. Вчера постирали чехол. Досушивается он у нас на двери. Эта дверь у нас вообще помощница. Помощница наша. Все на ней досушивается. Сушилка с крупными такими габаритными вещами очень плохо справляется. Все влажное. И, ну, вещь вообще сама по себе вот эта крупная. Она, конечно, не разглаживается в сушильной машине. Видите, какая вся помятая из-за объема. Потому что очень большая, объемная. В принципе, вот всю ночь висел. Нет, запаха я не чувствую. Чувствую только аромат кондиционера. Сенхайзер. Наушники. Придется выбросить. Все. Отработали они свое. Видите, начали крошиться. Я ими вообще редко очень пользовалась. Звук у них обалденный. Ну, вот, начали крошиться. И я их убрала. Сейчас достала. Они еще больше крошатся. В общем, выбрасываем. Смотрите, как шарик подвис. Между шторами на одном уровне и не шевелится. Я сейчас вам по секрету расскажу. Леша ушел в машину. А я поставила на стирку его крокса. Он был категорически против. Когда мы приедем, они уже будут постираны. И я надеюсь, что когда они будут сохнуть, а они у нас с внутренней такой, с внутренней такой стелечкой мягкой, я надеюсь, что она не сядет, и они не станут маленькими, Леша. Маленькими. Ворота оттаяли. Оттаяли, да? А я сначала кнопку нажала, потом вспомню. В машине идет у меня поднял. Мы едем за лисюшей. Что-то я сегодня не подкрасилась. Вот утром накрасилась, и макияж не поправил уже. Короче, папа сейчас в город, ну, в Станице ездил. Говорит, что на дорогах уже все раскисло, поэтому едем на нашей машине. Утром-то я ездил на папином Ниссане, потому что лед, у него резина шипованная, очень хорошо спасает. Вот. А сейчас уже говорит, все, лед только у нас на нашей улице, а дальше везде асфальтировано, где дорого, везде все уже раскисло. Можно ехать по полу. Ну, указываем за деньги. Обязательно надо будет как-нибудь разочек задеть, а потом попасть на деньги. И осуждение соседей, да? Скажется за придурок. Выслушать, да, ходить краснеть месяц, наверное. Так они еще пока эти газовики приедут, пока сделают, все замерзнут нафиг, у всех батареи поразмерзаются. Точно. Они и так, наверное, на нас, как на чудиков смотрят. Почему? Что с камерой ходим все время. Ну, сейчас вообще, как бы, камерой никого уже не удивишь. Блогеры везде и повсюду. Ты не это, а что они? Многим даже, кстати, нравится попадать к нам в видео, да, Леш? Многие с вами просят, ай, давайте снимемся, сфоткаемся. Ой, какое небо красивое сегодня. Салитация. Ясная погода. Нужно маме позвонить, поболтать, как у нее настроение, как у нее дела. Когда все время все переедет? Не раньше весны, Леш. Нет. Она пока не готова. Я поняла, осознала. Тепло, солнышко будет пригревать, травка вылезет, почки надуются, она скажет, да, нафиг мне это надо, я лучше поближе к морюшку поеду. Вот и все. И рванет опять. Да нет, мне кажется, знаешь, почему она не поехала? Леша, Леша, послушай меня. Знаешь, почему, мне кажется, она не поехала? Как только Лева узнал, что она уезжает из дома, он каждый день и не по разу стал к ней приходить. Он, конечно, ей мозги парил, но он все равно приходил и приходил и приходил. То есть как раз она получает то, что ей хотелось, внимание, какое бы оно ни было, правильно? От любименького сыночка. От любимого мужа тоже было внимание, но ей не нравилось что-то как-то. Леша, ну, что-то сами разберутся. Я даже это обсуждать не буду, но вот что касается того, как я наблюдала, что Лева приходил и как она собиралась к нам сюда. Вот я заметила и я озвучиваю. И что, когда за машину? Да не, ну, насчет машины, Леш, тоже сами разберутся, я не знаю. Я не разговаривала с мамой на эту тему. Не знаю, не могу сказать даже. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...